ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 любви и самопожертвования. Вот это очень важно помнить, когда мы говорим о празднике Рождества Христова. Он должен, в первую очередь, иметь духовное измерение. И вот когда человек заботится о своей душе, пытается жить по Евангелию, пытается исправить свои недостатки, которые коренятся, к сожалению, у многих очень глубоко в душе, а еще труднее, когда он пытается жить по любви, пытается прощать, чем-то жертвовать, то он понимает, что своих собственных сил ему просто не хватает. И когда он обращается ко Христу и получает от Него помощь, то праздник Рождества он воспринимает совсем по-другому. Тогда радость это не от праздничного стола, не от подарков, не еще от каких-то внешних декораций, а это праздник от того, что есть помощник, который нам помогает преодолевать все наши недостатки, которые находятся внутри нас. А если мы преодолеваем, мы изменяемся. Наше сердце, оно как бы дышит полной грудью. Нам легко творить добро, легко делать добрые дела, дела любви. А если этого нет, то оно, наше сердце, оно пожирается своими же страстями. Что хорошего в зависти, когда человека точит зависть, это как изжавчина. Или другие страсти, они по-настоящему сковывают нашу душу. Они не позволяют делать, они не делают нас счастливыми. А вот когда мы веруем во Христа, когда ждем от Него помощи, когда мы притягаем храме, святым спасителям таинством, когда мы изменяемся, мы по-настоящему чувствуем радость. И эта радость у нас совершенно другого качества, чем радость от каких-то наших материальных благополучий и так далее. То есть вот Рождество Христово в первую очередь праздник для тех, кто занимается своей душой. А все внешние декорации, они только дают нам такую временную радость, она проходит и все, а вот радость от Рождества Христово в душе, для души, которая идет этим путем, с горным, тернистом, преодолевая свои недостатки, это настоящая радость, которую никто не отнимет. Вот я вам в этот день всем желаю вот этой настоящей радости. Я вам желаю, чтобы вы восприняли Христа именно таким, каким Он хочет, чтобы мы восприняли, помощником, близким к каждой душе. Ведь вот сегодня мы слышали такие слова «Аву Отче», то есть «Бог – это наш Отец». И, наверное, вот эти слова «Отец», они для нас иногда бывают очень формальные. А когда мы к своему родному Отцу это относим, то они трогают нашу душу. Так вот, Бог должен быть для нас Отцом, который всегда рядом, который всегда поможет. Но именно поможет в том, что на пользу, в первую очередь, нашей душе. Еще раз всех с праздником. Дай Бог, чтобы радость Рождества Христового присутствовала в нашем сердце всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова